добрый вечер всем после некоторого перерыва мы возобновляем наши занятия и я напомню что в прошлый раз мы говорили о стеле царя муава миша и сравнивали это с библейским текстом и и в частности в связи с этой историей упоминался царь иудеи о шафа и вот сегодня мы как раз будем говорить об этом царе и сравним его описание книги малахим книги царей книги время и ходе это царь который судя по всему правил в середине девятого века до новые пример значит когда мы смотрим на то как изображен описан этот царь книги малахим то обращает на себя внимание два элемента с одной стороны однозначно утверждается что это был царь праведный с одной стороны утверждается что это был царь праведный и шел путями своего отца такая характеристика ему дана в самом конце первой части книги малахим 22 глава сказано вот стих 43 военных быхоль бераха савим но сарми минул асот хаяшар бы и не яду на он ходил путем отца своего осы и нет не отклонялся от него делал только праведное правильное в глазах господа правда тут делается оговорка в духе редактора книги царей что при этом продолжали существовать местные святилища помимо иерусалимского храма все это происходит вплоть до конца восьмого века до новой эры это как бы некая некий отход от нормы в глазах автора редактора книги малахим но не какое-то серьезное преступление так вот это как бы один элемент который обращает на себя внимание другой элемент который обращает на себя внимание это то что про иошафата почти ничего не рассказывается книги малахим при всей его праведности он упоминается как бы между прочим в связи с историей царей израиля значит вот я привел несколько этих мест в пятнадцатой главе первой книги царей говорится о том что он воцарился одна фраза затем мы перескатываем сразу же в двадцать вторую главу книги царей а что происходит между этими главами а между этими главами рассказывается история царей израиля частности история ахава и все это в рамках уже упоминавшегося мною так сказать пророческого цикла где главным действующим лицом является пророк ильяу и совершай и описываются совершаемые им деяния 22 главе описывается опять-таки война главным действующим лицом который является не иошафат а царь израиль по крайней мере по одному из стихов из одного из стихов явствует что это был ахав современники иошафата с которым иошафат как мы дальше увидим породниться иошафат упоминается в этой истории упоминается позитивно напомню вам что ахав приглашает иошафата участвовать в войне против арама с тем чтобы забрать принадлежащий говорит царь израиля и город рамот гиль ад и из-за этого идет война и частности там описывается история связанная с вопрошением пророков пророки окружающий трон ахава царя израиля они представляют собой ну такое нечто подобное сегодняшней российской государственной думе они значит все в один голос говорят то что приятно слышать царю вот но иошафат царь праведный чувствует здесь какую-то какую-то проблему и поэтому он спрашивает а нет ли еще какого-нибудь пророка уж вольно все единогласно голосуют и тогда ахав говорит ему что да есть такой пророк по имени михайху бен-ам-ла но он всегда пророчит это во мне дурное иошафат тем не менее настаивает чтобы этот пророк явился дальше описывается довольно подробно интеракция с этим пророком которая заканчивается тем что ахав в гневе заключает его в темницу за дурное пророчество иошафат в этом не участвует он не пытается защитить пророка но в то же самое время очевидно что с точки зрения автора иошафат в то же время и не участвует как бы вот в самом преследовании пророка и более того проявляет праведные свойства своей натуры настаивая на том чтобы услышать истинный голос бога и все же он в этой истории эпизодическое лицо главное действующее главные действующие лица это ахав если это ахав царь израиля и миха и пророк михайху бен-ам-ла затем в той же самой главе делается некоторый итог царствования иошафата надо отметить что здесь происходит вообще с иошафатом нечто не очень понятное обычно как бы такие общие фразы касающиеся характеристики царств царя даются в начале описание его царства здесь же они даются в конце видимо потому что действительно никакое начало не описывается значит как бы он появляется исчезает вот он появил о нем сказали что он воцарился и все и забыли о нем потом он упоминается в связи с этой войной против армии и поэтому в конечном счете итог дается только где-то в самом конце где повторяю он описывается как царь праведный сообщается что остальные его дела описано в книге дебрея мим царей иудеи книга книга летописи царей иудеи не путать дебрея мим нашей книгой в каноне значит и есть еще несколько таких вот кратких исторических справок связи с ее шафатом здесь одна из которых говорит о том что его шафат пытался вместе с сыном ахава ахазий отправиться отправиться за золотом некое место называемого офир по поводу которого есть разные мнения где она находится от африки до индии вот но корабли эти разбились самом начале путешествия еще недалеко от айлата в таком месте который называется и цион и ахазия с и нахава предложил ему снова отправиться несмотря на произошедшее продолжить все таки этот проект но ее шафат отказался потому что не верил его в его успех по крайней мере ничего другого здесь нам не рассказывается и все и затем говорится о том что он умер непоследовательность рассказа о его шафате в книге плохим подчеркивается еще одним а именно той самой истории которую мы читали в прошлый раз и и шафат снова появляется в начале второй части книги царей в третьей главе где описывается война которую ведет царь израиля на этот раз против взбунтовавшегося царя муава мейши того самого и снова он приглашает себе на помощь его шафата царя иудеи который еще правит там причем царь израиля судя по всему это второй младший сын ахава йорам поскольку ахазия упомянутый в предыдущих в конце книги умирает без наследника ему наследует у него нет детей ему наследует его младший брат йорам и вот вместе с йорам йошафат выходит на эту войну и как очевидно и параллели очевидны между двумя историями автор редактор их не скрывает появляется на снова пророк на этот раз то пророк и лиша и цари просят его опять-таки как-то предстательствовать за них перед богом и лиша говорит если бы не его шафат который здесь находится я бы никогда не стал бы помогать но поскольку и шафат здесь так я готов оказать какую-то поддержку опять-таки подчеркивается контраст между царем иудеи и ушафатами царем израиля йорамом но при этом сказать что ее шафат является здесь каким-то главным действующим лицом затруднительно затруднительно и по и все больше он никак не проявляется книги царей и поэтому если мы подытоживаем явление как бы то как изображен этот царь книги плохим то мы видим что в общем это достаточно эпизодический персонаж в заголовке лекции звучит в кавычках слова статист а он действительно как статист о нем ничего подробно не рассказывается он как главный персонаж не участвует ни в каких историях и вообще рассказы о нем появляются связи с историями царей израиля не более того и если мы сравниваем это с тем как изображен ее шафат и ге хроник дебреями то мы сразу же обнаруживаем глубинное различие во первых начать с того что его шафату книги дебреями посвящено четыре главы четыре главы это немало а учитывая что в книге малахим его шафата не посвящено ни одной главы полностью только в двух мелькает и еще есть несколько общего рода замечаний то такой контраст не может не привлечь внимание и что что же рассказывается нам книги хроник о его шафате сейчас на этом мы и посмотрим и потом мы сделаем некоторые выводы значит что 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 из этого следует с нашей точки зрения когда мы говорим об истории он рассказывает автор хроник что я шафат воцарился над израилем и прежде всего укрепил города иудеи это излюбленный мотив автора книги дебреями он на многих царях иудеи рассказывает что они занимались строительной деятельностью начиная со шлумой и далее все время что-то строят укрепляют и в частности в городах которые по версии дебреями захватил оса отец его шафата у израиля и малахим ничего такого не рассказывается подчеркивается что господь был с его шафат а это сказать больше чем то что сказано в книге малахим что я шафат ходил путями своего отца господь был с ее шафатом потому что он ходил путями здесь даже не говорится об его отце по имени оса а он ходил путями давида давида это естественно как бы некоторый эталон праведности он не обращался к балам а это тоже некоторая дополнительная характеристика значит еще нам про него рассказывается что у него было очень много богатства и почета и это богатство и почет как мы увидим дальнейшем и привели собственно к тому что его шафат стал родственником царя израиля ахава значит у нас нет оснований не доверять библейскому рассказу о том что эти две династии породнились это был действительно как бы золотой век отношения взаимоотношений израиля и иудеи дальше будет рассказываться о дочери ахава аталии которая захватила власть в иудеи но при этом из книги царей совершенно не возникает ощущение что царь израиля как-то заискивает перед царем иудеи о шафат более того как бы с исторической точки зрения мы знаем что иудея того той эпохи была государством гораздо более маленьким менее значительным политическим военным экономическим отношением израиль поэтому такого рода династический брак скорее был почетным для царя иудеи чем для царя израиля но не так это изображает автор евреями автор книги хроник для него очень важно показать что ее шафат за свою праведность удостоился всеобщего почета большого богатства и более того это очень существенно для нас он добавляет некий рассказ даже воспоминание как эхо об этом рассказе какого-то малейшего намека на этот рассказ нет и царей а именно он посылает своих министров и с ними левитов и это очень важный момент левитов с тем чтобы они на территории иудеи обучали народ торе обучали народ той давайте вспомним что роль левитов в обучении народа торы подчеркнута книги на химии где описывается некий торжественный некая торжественная церемония прочтение книги торы в месяц тишрей и это не просто чтение торы ощущение такое что это как бы возобновление завета и людям разъясняют тору как там написано на виние только не интранзитивно украс транзитивном смысле не понимают объясняют объясняют народу тору левиты по некоторым мнением переводят на арамейский язык но так или иначе как-то разъясняет с этого начинается история можно сказать история толкования тору теперь весь этот как бы мотив изучения торы и превращение этого изучения в некую абсолютную ценность начинается как раз в этот период в эпоху возвращения из вавилона персидского плена мы нигде не видим в предыдущей истории израиля утверждение представления о том что надо учить тору а есть закон что именно это был за закон что именно понималось под термином тора в эпоху первого храма это отдельный спорный вопрос но мы нигде не видим что это превращается в некую высшую ценность превращение изучения торы высшую ценность это как раз наследие эпохи второго храма которая многократно усилилась с разрушением второго храма и началом эпохи мудрецов когда изучение торы становится фактически единственной доминантной ценностью поскольку храма уже нет но здесь еще есть храм но одновременно есть изучение торы и вот эту тору они обучают этой торе они обучают народу народ левиты и благодаря этому нас это следующий стих страх господень был на всех царствах окружающих иудею и они не осмеливались воевать с его шафатом а поскольку как бы его шафат руководствовался торы ему приносили наоборот дары филистимляне арабы описываются эти дары их число типологические числа включающие цифру 7 и о шафат все больше и больше возвышается все больше и больше строит вот но как бы возникает собственно говоря вопрос откуда он все берет автор книги хроник куда он берет такую информацию и о шафате конечно можно сказать и так видимо предполагалось скажем так в эпоху в конце эпохи второго храма во время перевода этой книги на древнегреческой когда она получила название паралекоменон то есть то что да то добавочное что не вошло в книгу царей это воспринималось как некоторая комплементарность а есть рассказ книги царей есть рассказ книги хроник и они дополняют друг друга вот но мы пойдем с вами немножко дальше копнем немножко глубже очевидно что можно конечно предположить чисто теоретически что у автора книги хроник здесь был некоторый свой источник на который он опирался и вот он его здесь представил однако все таки следует иметь ввиду что те реалии которые он описывает есть реалии его эпохи эпохи второго храма и он их интерполирует в историю его шафа почему именно его шафа мы увидим что немалую роль в этом сыграло его имя имя царя мало того что он праведный царь это само собой но и но и аса его отец был праведным царем но само по себе имя его шафа то есть господь судил и судит это имя которое в принципе создает некоторую смычку между царем и богом и божественными заповедями увидим что в дальнейшем тут сыграет свою роль и мотив суда до этого мы тоже дойдемся и так это первая глава о его шафате и вторая глава которая казалось бы повторяет историю из книги малахим книги царей ту самую историю где ахав приглашает его шафата на войну с арамом но есть несколько существенных отличий на которые я сейчас я не стал приводить весь текст но я хочу сейчас обратить ваше внимание на эти несколько отличий во первых как я уже и сказал книга хроник подчеркивает некоторую зависимость ахава от его шафа там говорится так что его шафата было большое богатство и почет и он породнился с ахавом и пришел к хаву шумрон и ахав там устроил большое жертвоприношение в честь прихода его шафата ничего подобного не рассказывается книги царей ахав принимает его шафата со всевозможными почестями и одновременно используется один такой довольно существенный глагол тут важен и грит он подстрекал его шафата пойти на войну с рамом пойти на войну с арамом освобождать рамом этот глагол подстрекать не хасит используется обычно в негативных контекстах например он используется в нарративной части книги иова где бог обращаясь к сатану обвиняет его в том что тот подстрекал его против иова против праведного его а это одно из таких употреблений то есть это как бы очевидно некоторое действие которое носит нежелательный характер и приводит и приводит печальным последствиям да также точно сатан согласно книги хроник подстрекал давида подстрекал давида считать израиль и тоже опять-таки используется все тот же глагол то есть иными словами самого начала автор книги хроник подчеркивает что я шафат в каком-то смысле пал жертвой происков ахава будучи человеком простодушным он пал жертвой этих происков это одно отличие есть еще одно отличие не буду все на все отличия указывать есть все таки еще одно довольно существенное хотя в целом рассказ повторяет то что написано в книге царей там есть такой эпизод ахав переодевается потому что он боится что его убьют и он пытается вырядиться видимо в рядового солдата не очень ясно там как бы до конца не сам сам по себе сам по себе текст он не до конца ясен вот используется как раз глагол при этом он предлагает судя по всем в общем опять же это спорный вопрос комментаторы предлагают разные мнения так или иначе он надевает чужую одежду что потому что текст можно понять так что они с ее шафатом поменялись одеждой это до конца не понятно вот но при этом дальше говорится следующее несмотря на то что ахав принял меры предосторожности он пал жертвой случайного выстрела него попал вражеский лучники он был смертельно ранен так это излагается в книге но хим но не так это излагается в книге еще одна деталь что в какой-то момент его шафат был окружен врагами и вазапил так сказано и вазапил в изак в изак ее шафат это то что говорится то что говорится в книге книги малахим книги хроник творится следующее после того что его шафат вазапил добавляется следующее и господь помог нему и отвел бог врагов от него используется кстати говоря тот же глагол ласит но только как бы как некоторая антитеза предыдущему ласе значит там ахав подстрекал его шафата на то чтобы тот пошел воевать против арама а здесь бог как будто бы подстрекает врагов отойти от его шафата и направляет их на хава важно здесь то обстоятельство что автор книги хроник подчеркивает что это не был случайный выстрел аха вовсе не пау жертвой случайного выстрела все было продумано и хотя я не говорю что это не имелось в виду в конечном счете книги малахим потому что смерть ахаву предрекал и пророк михайху бен имла но описано это книги малахим как случайный выстрел а в книге хроник описывается это как прямое непосредственное вмешательство бога это история номер два теперь дальше девятнадцатой главе его шафат возвращается домой в иерусалим и дальше описывается нечто у чего нет никакого чему нет никакого упоминания к нему приходит пророк пророк которого зовут игу бен ханани значит этот пророк игу бен ханани упоминается в книге малахим действительно упоминается в связи с царствованием царя царя баши который который устроил заговор против сына иравама сына невата и захватил власть и вот там с этим появляется его бен ханани автор хроник с легкостью переносит пророка из израиля в иудею на поколение вперед и вот он поскольку во времена осы отца его шафата действовал как бы отец этого пророка игу сам ханани по книге кроник но теперь он вводит игу бен ханани что же говорит этот игу бен ханани он говорит царю его шафату разве можно помогать злодею а ла раша ла азор ненавистнику господа разве можно испытывать любовь ненавистнику господа из-за этого на тебя гнев господа но поскольку ты сделал добрые дела и уничтожил иудеи всякое воспоминание об идолопоклонстве что довольно странно кстати говоря в копках отметим потому что уже несколько раз отмечалось автором книги хроник что предшественники его шафата уничтожали какие бы то ни было формы язычества иудеи это делал яса и это дело таковым но тем не менее значит это говорится и о шафате как будто бы он как бы добивал недобитых вот и ты направил сердце свое господу поэтому тебя не наказывает тебя не наказывает и поскольку его шафат в отличие от отца своего асы напоминаю вам оса когда бог послал ему пророка ханани с подобного розой рода инвективы страшно рассердился и посадил пророка в тюрьму за что был наказан его шафат в отличие от асы ведет себя праведно по крайней мере никак не указано написано что он каким-то образом негативно отреагировал на слова пророка и видимо по мысли автора книги хроник он принял это порицание опять же вопрос который мы задаемся откуда эта информация откуда информация о порицании пророка в адрес его шафата если книги царей и они снова можем конечно сказать что это некий источник которым пользуется автор книги хроник но но одновременно отметить что автор книги хроник очень щедро вводит пророческие фигуры и пророческие речи своем повествование это мы тоже видели и это есть некоторый элемент его идеологии он ему очень важно подчеркнуть что на любое что любое историческое событие так или иначе связано с пророческая деятельность пророк может предсказать это событие пророк может на него отреагировать пророк может чему-то учить царя пророк может его порицать и это постоянно в книге хроник появляется напомню вам также что согласно книге хроник он был первым автором еврейской истории который утверждал что пророки писали историю а потом станет общим местом потом расскажет флавий иосиф потом это скажут мудрецы но он был первым кто это сформулировал очень четко и поэтому в частности он скажет ниже что историю шафата оставшиеся его дела записаны в книге пророка и губен ханани вот этого самого а отнюдь не в какой-то книге летописи царей иудеи дальше говорится что его шафат вернулся в иерусалим и там поставил находясь там поставил судей иудеи во всех городах иудеи тут я думаю не нужно быть слишком проницательным читателем чтобы почувствовать связь между именем царя его шафат и вот этим этой деятельностью постановки судей назначение судей очевидно что автор играется именем царя очевидно что это как бы такое толкование имени царь под естественно руководством бога и пророка ставит судей и объясняет им как надо судить он говорит им так смотрите на то что вы делаете ибо суд не человеку принадлежит от богу и вот вы должны судить пусть же будет страх господин на вас и не створите никакой несправедливости чтобы не было лицеприятства и взяток суде теперь дальше он говорит всякие всякие тяжбы которые до вас дойдут от ваших братьев всякие вещи связанные с пролитием крови а возможно вещи связанные с определением степени нечистоты крови все возможные законы вы должны их этому обучать и соответственно судить чтобы не были вы предусматриваться перед господом и не был бы гнев на вас и на ваших братьев и естественно впереди всех этих судей левиты в духе автор книги кроник теперь я до сих пор говорил все время сам а сейчас я задам вам короткий вопрос не ожидаю короткого ответа а не напоминает ли вам история назначения судей здесь какую-то не менее известную историю кто-нибудь хочет сказать еще раз вопрос лиха вопрос еще раз описывается назначение судей и ошафатом речь и ошафата обращенная к судим как надо судить не напоминает ли нам это этот отрывок какую-то очень известную историю поход подобного рода ну честь машин ветром ветром и иными словами то что я слышу от вас это история о том как во времена муж и назначались люди единственное что единственное что есть две разных версии назначение судей в торе одна версия который участвует и тро в этом свое время говорили эта версия книги шмот он дает совет муж и назначить судей и как их наставить как их наставить в то время как они не говорим и второзакония описывается речь самого муж и он назначает судей и он обращается к суде и говорит им как надо судить и говорить и более того что очень существенно он подчеркивает что суд не не человеческий а божий и и это звучит как бы очень похоже на то что сказано здесь не перед как бы не перед человеком вы судите а перед богом богу принадлежит суд он верховный судья то есть очевидно что автор книги хроник опирается главным образом на версию книги дворим не говоря уже о том что выражение бейн дам ли дам бейн тарали митсва лиху киву луу мишфатим напоминает нам чрезвычайно то что описано в другом месте книги дворим вот мы будем читать через короткое время через две недели главу главу недельный раздел шовтим и как раз там говорится о судьях и в частности говорится так и так далее значит ты должен прийти к судям когда появится какой-то сложный кейс сложное дело и там появляется это выражение бейн дам ли дам другие выражения не совпадают полностью с тем что говорит автор книги хроник тут немножко это изменено но тем не менее очевидно что он пользуется идиомами книги дворим а из этого следует что имплицитно не говоря этого прямо автор книги хроник хочет нам сказать что его шафат это второй муше он прямой наследник муше он делает то что сделал муше он назначает судей то есть мало того что он играет здесь с именем царя как бы имя царя вдохновляет его на рассказ о назначении судей но он еще пользуется здесь возможностью показать что цари иудеи начиная с давида и давид шумо я саю шафа потом будет их из кия у ее шия у они все в каком-то смысле наследники муше каждый по-своему вот его шафат наследник муше потому что он назначил суд и последний рассказ последняя глава посвященную шафату в книге девреями очень странно она повествует о войне странная на вдвойне во первых потому что было сказано перед тем что все боялись нападать на его шафата благодаря вследствие его праведности приносили ему дань а здесь неожиданным образом иудеи оказывается жертвой нападения какой-то коалиции в которую входят маабитяне амунитяне потом выясняется что и и домитяне по септуагинте еще какое-то арабское племя меоней который есть проблема некоторая с текстом я сейчас не буду это слишком глубоко вникать но если вы посмотрите первый стих и сразу увидите что есть проблема в яхаре хэн бау вны моаву вны амон вы и маэм ме амоним это странно пришли сыновья моава сыновья амона и с ними из амония почему из амония так вот в септуагинте там меняется порядок букв метатеза происходит не амонима как бы меоним и действительно про некоторых пророческих книгах в частности у их искеле упоминается такой народ судя по всему какой-то одно из арабских племен вот они нападают теперь возможно я говорю это с большой осторожностью возможно что каким-то образом этот рассказ и был отчасти результатом глубокой переработки того рассказа который мы читали в прошлый раз о том как царь иудей его шафат царь израиля и рам и царь и дома и псевдо царь и дома наместники дома ходили войной нам царя муава мишу и что из этого получилось значит этот рассказ отсутствует не хроник он почему-то его не рассказывает возможно он не рассказывает его потому что этот рассказ кончился чем-то довольно проблематичным мы помним что миша принес жертвы на стене своего сына судя по всему и был гнев на израиле израиль вынужден был отойти от стен в общем война закончилась довольно таки без результата но в любом случае автор книги хроник эту историю не приводит а вместо него он приводит совсем другую историю который тоже появляется муавы и дом нет никакого царя израиля а есть вот это нашествие условно говоря такое монголо татарское нашествие значит которая приводит в ужас его шафата и где вой войра на испугался его шафат написано в третьем стихе да что огромное полчища амон рам опять же предлагается здесь имендация мы идем потому что мы верла ям связи с арамом из-за моря это очень странно звучит какое море если арам находится на севере возможно судя по всему здесь и дом так или иначе они все эти полчища в районе им гиди собираются на юге и когда я шафат боится что он делает праведный царь когда он боится он делает то что следует сделать он обращается к богу он обращается к богу он постится накладывает пост на всю иудею и поэтому вся иудея обращается к богу это несколько раз подчеркивается и дрожь ладунай левакеш мяадунай левакеш это дунай да вот эти синонимичные глаголы взыскать бога взыскивать бога и о шафат стоит среди народа храме и обращается с речью и это речь весьма оригинально вот мы ее сейчас прочтем она начинается 6 стиха господи бог отцов наши ты наш бог на небесах и ты правишь всеми царствами народов в твоих руках сила и мощь и никто не может противостоять тебе ты наш бог который изгнал жителей этой земли перед народом твоим израиля имеется ввиду исход из египта и от земли израиля и отдал ее потомство авраама который люби полюбил тебя навек сказать что авраам любящий бога любящий бога это выражение которое встречается еще один раз и тоже в литературе второго храма так называемом корпусе пророчества рейса и и они поселились в этой земле и пас и построили тебе храм имени твоему и сказали если придет на нас беда меч или какие-то какое-то наказание мор и голод когда мы встанем перед этим домом перед тобой ибо имя твое в этом доме ибо запим к тебе в беде нашей ты услышишь нас и спасешь это конечно отсылка к молитве шло мог когда он инициировал храм и вот теперь сыновья моно и моава из горы сыр то есть и дом которые которых ты не отдал израилю не дал израилю соединиться с ними когда они выходили из земли египетской или другой возможный перевод пройти через низ не когда они выходили из земли египетской и и отошли от них и не уничтожили их и вот теперь они воздают злом за наше добро они хотят изгнать нас из нашей земли нашего наследия которую ты нам дал бог наш судья рассуди или суди их ибо у нас нет силы перед этой огромным этим полчищем которые приходят на нас и мы не знаем что нам делать но к тебе глаза наши обращены слова очень напоминающие литургию эпохи второго храма зафиксированы некоторых псалмах вот такова молитва иошафата молитва очень духе действительно текстов которые мы встречаем в книгах эпохи второго храма и возникает вопрос что за этой молитвой скрывается потому что нигде ниоткуда не видно что иудея во времена иошафа переживала какое-то вот такое монголо татарское вражеское нашествие что ей реально над ней нависла угроза изгнание из земли откуда это он берет и здесь я обращусь к тому что предложил один из современных израильских библиистов очень крупных исследователей канаха чьи книги в частности переведены и на русский язык александр рофе который считает что здесь опять же в имплицитной форме отразились реалий начала эпохи второго храм которые были хорошо известны автору книги хроник а именно что на них есть намеки и в книгах эзра и нахеме когда изгнанники иудеи возвращаются из плена то они нах обнаружил что часть земель к югу от иерусалима захвачен и то что традиционно воспринималась как часть иудеи занята первую очередь и думеями как раз в это время мигрировавшими и согласно некоторым канатическим текстом осуществлявшим какое-то взаимодействие с бавилонинами во время разрушения иудеи иерусалима и в частности хевронская анагорье было занято ими и получается исходя из этого что эта странная история написана автором книги хроник казалось бы об его шафате и его время но на самом-то деле сквозь эту маскировку проступают реалии начала эпохи второго храма поэтому эта история никак не увязывается с предыдущими текстами которые автор книги хроник рассказывает о его шафате такое ощущение что здесь вот пробивается на поверхность его собственная эпоха это несколько раз на протяжении книги хроник происходит дальше собственно война это описывается как совершенно чудесная война тут тоже появляются левиты как и в частности один левитка на которого не сходит пророческий дух не упомянутый естественно в книге лохим нигде и говорит не бойтесь ничего аль тиру ва аль техату выражение хорошо известные нам из книги дворим из диктераномистической литературы вообще не бойтесь этого полчища война не войну будете вести не вы а бог вам только придется потом вы стойте вы стойте и вы увидите спасение господня сами не бойтесь и я думаю что легко здесь увидеть еще одну историю которая просвечивает сквозь эти стихи история о том как стояли народ израиля у тростникового моря на и и египтяне настигали им было страшно и мужа обратился к богу точно так же как здесь его шапат и получил очень четкий и ясный ответ ничего не бояться ибо вы аль тирау и те цвурует еще от адонай то есть это те же самые слова автор и хроник даже не скрывает что он цитирует этот рассказ господь будет воевать за вас аду на и лохим лохим баатэм тахаришу и то что происходит в истории исхода из египта то же самое происходит и в этой нашей истории действительно никакой войны и о шапату и иудейскому войску вести не приходится ибо бог нападает на вражеское воинство и полностью повергает его в бегство а собственно говоря все что остается делать народу израиля это только воспевать господа и трубить и произносится опять же псалмические стихи и в этот самый момент господь повергает врагов иудеи они начинают уничтожать друг друга и после этого иудейскому войску приходится только брать трофей который огромен я не исключаю того я говорю это осторожно но я не исключаю того что мидраж известный нам из литературы мудрецов что после того как египтяне потонули тростниковом море всплыл всплыли их сокровища и вооружение все это взял себе израиль возможно что этот мидраж отчасти вдохновлен те вот этим рассказом книги хроник то есть мы видим здесь такую как бы сложную цепочку взаимодействия сама автор книги хроник основывается на рассказе об исходе из египта торе книги шмот а мидраж хазаль как бы возможно пользуясь этой историей некоторые элементы переносит в историю исхода из египта а то есть вот такое сложное повествование сложная интеракция и дальше говорится о том что когда его шафат возвращается с победой то все враги израиля услышав об этом на них нападает страх перед богом это ровно те самые слова которые говорятся в песни на море и больше уже ни с кем не воюют его шафат значит последнее что я скажу перед тем как дать вам слово это эпилог истории шафата который автор книги хроник берет из книги царей это надо сказать нарушает цельность его повествование но он старается все таки как бы не сильно отходить от рамки своего источника книги царей поэтому в конце он рассказывает он дает итог царствования шафат а поскольку именно в этом месте да и тут он как бы как я и сказал утверждает что деяние шафата описаны пророками и губен ханани он что и губен ханани это и есть тот кто написал книгу царей израиля и здесь автор книги хроник пользуется словом из израиль генерном смысле то есть смысле всего народа и поскольку в конце этого сообщения книги малахим была история о том как его шафат вместе с ахазией сыном ахава попытались отправиться за золотом на корабля то он тоже приводит эту историю но он ее существенно изменяет смотрите что он делает говорится так что его шафат договорился с ахазией и дальше договориться о том что когда они делают корабли и выходят из ацион гавера является снова перед его шафатом пророк опять же никак не упомянутый книги малахим его зовут или эзер бен додавагу из такого южного иудейского города под названием марыша и говорит ему ты соединился с ахазией поэтому господь разрушит твой замысел и поэтому говорит он разрушились разбились корабли и они не смогли больше двигаться значит тут есть еще одно изменение связанное с местом назначения но важно здесь теологическая подоплека автор книги хроник он объясняет неудачу похода не тем что корабли по какой-то причине разбились а потому что господь расстроил этот замысел и снова указал его шафату на то что не заключают союзы с нечестивыми царями израиль значит я подведу сейчас некоторый итог но перед тем как подвести этот итог я все-таки хочу обратиться к вам с вопросом ну во первых ваши вопросы и и соображение я готов выслушать а главное главное мой вопрос состоит том как же мы можем охарактеризовать вот этот подход автора книги хроник тексту которым он пользуется используя историю моё шафата как кейс стали пожалуйста значит если вы можете ответить на мой вопрос я буду рад и задать свои вопросы и высказать свои замечания опять же буду рад если нет желающих значит ну и мне кажется ничего нового мы как бы тут не открыли по сравнению с поставлением текстов то есть я как бы уже подвел этот итог что речь идет собственно историческом нарративе который используется для идеологического творчества какого-то определенного отвечающего на злого дня но я иду еще дальше тут у меня вот да кстати насчет яшафата в царях и девиэль мем тут интересный может быть просто такая не знаю к чему она но может красивая подоплека такая интерпретация то есть там он как бы имеет потенциал этого действия да это ковод ковид определенная гравитация все его уважают он большой человек все но 10 действительно никаких не делается а вот там он уже как бы начинает уже эта кинетическая энергия да там разворачивается но это не суть важно я поскольку мы сейчас занимаемся книгой дворим то то что мы вначале говорили вы говорили вот я действительно ну то есть не в таком конечно плане то есть я не считаю сто процентов это как бы толкованием но мне кажется что в общем-то хумаш раньше был действительно четырехкнижьями действительно он бы как бы соответствовал четырехбуквенному имени да там хорошо было получается а вот эта книга дворим там и совершенно видимо аналогичную ситуацию то есть оббеливание машин фактически то есть происходит та же самая вещь то есть к торе добавляется книга которая все валит так сказать на народ и все такое вот и машина как бы выходит таким вот праведником действительно каким он должен быть по идее заключение вот и это мне кажется что это не почему я считаю что это не толкование потому что если толкование то есть какой-то канонический текст который там есть экзергетика есть германическая какая-то и вот пытается восстановить что-то там или найти какие-то разные толкования даже в связи со злобой дня она может быть вот здесь это явно идеологическое творчество такое и совершенно я считаю что никого не нужно было смущать и меня даже сейчас не смущают эти все разночтения меня совершенно не возникает вопрос откуда он это взял я просто смотрю на это как на творчество того или нового насчет автора который это отвечал на злобу дня какими-то вот определенными установками я даже подозреваю что могла быть манипуляция то есть были какие-то толкователи уже этого нового нового новых текстов но интерпретации которые требовали понимать так то и так то и так то так же как и сейчас нас есть определенный набор допустим раши рамбам и так далее и так далее которые говорили как именно правильно и почему там было так и там было так остается как бы это все это стереотопическое такой вот взгляд но требовалась определенная интерпретация отвечающая злобой дня вот на вот этот хумаж действительно действительно похоже очень 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 напоминает вот именно такое отбеливание машины спасибо вся книга в общем-то спасибо большое эмиль спасибо за ваше соображение а если кто-нибудь еще кто хочет что-то сказать или спросить по поводу того что мы сегодня обсудили я хочу как бы не то чтобы поспорить здесь с эмилем но все-таки мне представляется когда я пытаюсь как бы понять логику нашего автора что он собственно говоря делает что он думает о своем персонаж если считать что и в этом я с эмилем согласен что значительной степени то что автор книги хроник описывает это плоды его творчества значит он описывает то как с его точки зрения должен себя вести царь иудеи он описывать не столько то как могла бы происходить реальная история столько как она должна была происходить и поэтому он пользуется как раз достаточно широко всевозможными их зайти экзогетическими методами например он использует имя царя чтобы развернуть его и как бы соответствии с этим именем описать деятельность царя или создать некоторые скрытые или почти открытые смычки между образом его шапата и образом муши или как бы ввести в этот дискурс реалии которые ему знакомы из его текста и поэтому и поэтому он считает что эти реалии вполне легитимны и в предыдущую эпоху если я сравниваю всю эту методологию с тем что делают например мудрецы то я по большому счету нахожу только одно различие которое вы тоже и мире упомянули различия связанная с каноническим статусом текста мудрецы мы уже говорили об этом они цитируют текст они цитируют текст и после этого полная свобода автор хроник как и последующие по его стопам другие писатели эпохи второго храма создают свой собственный текст на основе предыдущего и но методика то та же самая потому что опять-таки мудрецы например свободно занимались толкованиями имен и выводили из этих имен опять-таки поведение персонажей они нисколько не смущались тем чтобы превращать например библейских персонажей персонажей знакомой им реальности там моши ну как бы самый классический случай моши превращается такого своего рода мудреца и шивы мошера бейм получает титул он не имеет ни в торе ни в танахе вообще он имеет всевозможные другие титулы но нет на и скрытые сопоставления типологическое видение истории все это можно найти и у мудрецов то есть в каком-то смысле я еще раз повторяю в этой книге дебреями можно увидеть такой своего рода прото мидраж я по крайней мере так называю прото мидраж а мидраж это значительной степени свободное творчество значит я скажу чем мы будем заниматься в следующий раз если еще будут какие-то вопросы вы сможете сейчас задать но в следующий раз мы еще один маленький сюжет который займет буквально 10-15 минут посмотрим историю сына его шафата его рама как некоторый контраст между отцом и сыном и опять-таки сопоставим версию книги царей книги евреями а затем и это будет занимать нас большую часть занятия мы займемся заговорами заговорами в израиле и иудеи и в этой заговоры его в израиле и заговор аталии в иудеи в этой связи вам образом связи заговором его мы обратимся к одному из очень важных эпиграфических текстов которые через год будет отмечать свой 30 30-летний юбилей своего обнаружения это так называемая знаменитая надпись истель арамейская надписи сталь дан которая заставляет нас взглянуть совершенно под другим углом на то что описано в тонахе в связи с заговорами вот это то что нас ожидают следующий раз и вопросы что что по поводу все же шафата и войны и не нормально все хорошо и тем не менее еще один компонент в этой истории если внимательно читать то что мы видим что там топографические описания того что происходит они очень точные что там они поднимаются по этому подъему этой энгепи а шафат он выходит именно в пустыню ткуа и в такие места в которых можно было это видеть короче так или иначе я не знаю какого было там действительно исторические какие-то были исторические какие-то у него и прецеденты на которых он строил это повествование или просто он хорошо знаком был с местностью это непонятно но тем не менее это один из интересных факторов которые здесь все же важны там как бы это такое есть не знаю насколько в эпоху вот написания второго храма это было они уже там они уже там населяли населяли евреи это меня здесь нет насколько они здесь я как лицо просто заинтересовала спасибо большое на храма в принципе мы видим что вообще автор книги хроник интересует с топографией это один из его интересов и он часто как бы вводит различного рода такие детали опять же я может быть следует оговориться я нет не хочу как бы огульно отрицать любую реалистическую основу вот этой истории с войной как и другие истории возможно что нечто подобное ему было известно и в частности эти топографические реалии они как бы и действительно некоторые комментаторы и исследователи об этом пишут вот это как раз свидетельство некоторой аутентичности но даже если это свидетельство аутентичности сама история переработана таким образом что она как бы превращается в нечто совершенно иное значит опять же он не описывает здесь если бы он описывал какие-то реалии не знаю на территории африки да и вдавался бы в какие-то подробности которые бы в общем выявлялись как вполне достоверны это бы вызывало удивление откуда это ему известно действительно некоторый тогда фактор аутентичности какого-то знания что касается иудеи и уж тем более окрестности иерусалима меня это не слишком удивляет да он достаточно точно это описывает но в конце концов это территория которая была территорией иудеи того времени так что в этом нет ничего она была территорией иудеи да но она это как бы не было чем-то совершенно странным странным чтобы он он более-менее ориентировался в этих местах меня это как раз не удивляет вот опять же опять же как бы об источниках его можно спорить и споры эти не утихают еще со времен спинозы вот но в любом случае сама история она как бы превращается в нечто совершенно такое типологическое и особо это история чудо которого заслужил праведный царь к еще какие-нибудь вопросы замечания или мы завершаем сегодня ну если замечаний нет ты на мьюти да 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 я хотел сказать что похоже завершаем народ обдумывает хорошо если нет если появятся вопросы в дальнейшем то можно это либо на следующем знаете открыть либо как-то переписываться на эту тему всем большое спасибо за внимание спасибо огромное всем интересно пока всего доброго и